Начало учебного года – возвращение жителей из дач. В этот период они начинают усиленно пользоваться водопроводом после перерыва. Система водоснабжения испытывает особую нагрузку и достаточно часто наблюдается их загрязнение. В микрорайоне Богородский в сентябре-октябре это стало уже обычным явлением. Поэтому за дело берутся специалисты. Увеличился водоразбор, увеличилась скорость потока. Все взвеси были сорваны и загнаны в дома, в квартиры. И участились жалобы по этому поводу. Поэтому вот и было принято такое техническое решение промыть и привести в соответствие качество воды к нормативе. Промывка сетей водоснабжения в микрорайоне Богородский начата по поручению главы городского округа Щелково. Эти работы нацелены на приведение поступающей в квартиры воды в нормативное состояние. Для того, чтобы устранить накопившееся в трубах загрязнение, к ним подключаются компрессорные установки. Операцию по очистке водопроводных сетей совместно с управляющими компаниями, действующими на этой территории, проводят специалисты межрайонного Щелковского водоканала. Технически это используется кислородный компрессор, в системе нагнетается воздух, избыточное давление, происходит так называемый барботаж. И на концах линии ставятся стендеры, через которые сбрасывается эта грязная вода, все взвеси, которые были взбаламучены. В работе обязательно участвуют специалисты управляющих компаний, которые отвечают за сети внутри жилых домов. Управляющая компания на своем жилом фонде открывает грязевики, сбросники и сбрасывает это в подвал, а потом перекачивает это все в канализацию. Грязная вода попадает, ну, выходит наружу, сливается, и у потребителя появится качественная вода. Промывка сетей водоснабжения будет проводиться на протяжении нескольких дней. В результате количество жалоб на качество воды в Богородском должно значительно уменьшиться. Когда установили стендеры на концевиках, у нас была вода ненадлежащего качества. А сейчас, конечно, качество воды достаточно изменится существенно, и жители ощутят. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.